ДИДЖЕЙ РУДЕНКО А еще Леонид Руденко утверждает, что он единственный российский диджей, который попал во все европейские хит-парады. А также, что он единственный из россиян работает с лучшими иностранными вокалистами мира танцевальной музыки. Понятно, что он хочет... Мне не нравится на самом деле вот эта ситуация. То, что он говорит, что Россия, это я вообще с русскими не работаю. Тем не менее, со студией он сделал, и типа России нет, а все я на Европу, туда английский язык и все. Этот человек, я имею в виду Леонид, клялся, божился в начале своей карьеры, бил себя в грудь, что он никогда не будет сотрудничать с русскими исполнителями, что ему постоянно делают какие-то коммерческие предложения за какие-то миллиарды, миллионов евро, но он отказывается, потому что он за творчество. Правда, не так давно Леонид все-таки дрогнул и записал совместную композицию с группой А-студио. Вот только оригинальную композицию они подобрать не смогли, поэтому записали кавер-версию песни Высоцкого «Зарядка». Возможно, лучше было придерживаться изначального настроя. Или это шаг навстречу родному народу? Блин, представляете себе такую ситуацию? Дэвид Гитая и группа «Арабески». Вот примерно так же это выглядит. Леонид Руденко свой среди чужих и все еще чужой среди своих. Сегодня на пятом месте хит-парада самых зажигающих музыкантов.